Привет, друзья! Я надеюсь, что сегодняшнее видео разорвет всем пуканы еще больше, чем мои предыдущие видео как играть на трубе или там, как играть шейкером ну и еще всякие подобные видео там, как мыть трубу потому что сегодня я попытаюсь рассказать, как играть вот на этой штуковине штуковина называется Казу вот, поближе покажу ее на эту камеру вот такая штука она напоминает еще такой прибор может быть, кто-нибудь с ним сталкивался в таких, ребята ездят в девятках, и там задымлено все в общем-то называется это Казу это музыкальный инструмент с чего бы начать, даже не знаю ну давайте начнем сначала с комплекта купил я на Алиэкспресс и примерно стоила она ну где-то, или он, я не знаю, как Казу оно, а он стоил он примерно ну 60 рублей 60 или 70, может быть даже 50 то есть в районе бакса может быть пол, даже меньше доллара вот причем очень порадовало, что в комплекте шли вот такие вот мембранки их очень много это мембранки, которые вот собственно и вибрируют которые здесь находятся я правда две Казу заказал и одна из них оказалась бракованная брак заключался в чем вот эта мембранка вот она она ну как бы прижимается вот такой вот штукой и здесь резьба соответственно вот она закручивается и прижимается А на второй козу, она была серебристая, на ней вот эта штука, она не была резьбы. То есть резьба была плохая, она плохо прижимала, и, соответственно, она очень плохо звучала. Давайте я вам покажу, как она звучит. Вот такой вот у неё звук. Мне он очень понравился. Я, кстати, несколько видео посмотрел про козу, и так не звучит ни у кого на видео вот этот инструмент. То есть здесь достаточно хороший звук за такие деньги. Мне очень понравилось. Используют её для чего? Во-первых, её может купить любой человек и просто, допустим, взять на матч на футбольный, или просто где-то в баре, или на дне рождения, просто пошуметь. Это очень классно. Вот. Очень классно. Ну и также, кто умеет петь, и у кого есть данные и слух, тот может играть на ней любые мелодии. Вот. Я вам сейчас продемонстрирую. Но сначала я расскажу, как на ней играть. Если просто в неё дуть, то ничего не получится. Нужно создать вибрацию. Вибрацию такую же, как мы говорим. То есть, когда мы говорим, у нас работают связки. Вот. Если мы просто дуем, то у нас связки не работают, воздух просто проходит. Если же мы подключаем связки, получается как бы Можно, соответственно, менять тон То есть если То есть она повторяет голос И в этом ее прелесть То есть не нужно не знать никаких техник Не нужно долго учиться Просто берешь этот инструмент Если ты умеешь петь, буквально за пару минут Ты понимаешь, как издать на нем достаточно неплохой звук Давайте попробуем Вот, смотрите Я сейчас вам еще покажу фишку, как я играю Но так, наверное, не знаю, кто-то делает вообще или нет Потому что хочется одному на ней поиграть И под гитару это сделать С аккомпанементом Поэтому я ее зажимаю зубами И дую просто в нее Но, например, вы можете играть с друзьями На природе Кто-то будет играть на гитаре, аккордики А вы будете играть любую мелодию Давайте посмотрим Вот, допустим, есть мелодия Да, вот такая вот мелодия Давайте попробуем сыграть на ней Отлично И теперь попробуем с аккомпанементом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот видите. И мелодия, может быть, звучала не совсем красиво, только потому, что я немножко не попадал в ноты, где-то неправильно дышал. То есть тут всё как в вокале. Нужно правильно дышать, правильно брать ноты, то есть попадать точно в ноту. И тогда всё будет звучать очень классно. Вот такой вот клёвый инструмент. Всем очень советую. Реально стоит очень дёшево. Заказывайте на Алиэкспресс. Там есть много продавцов. Честно говоря, я уже не помню, у какого я покупал. Поэтому ссылку, не знаю, оставлю. Может, оставлю какую-нибудь в описании. Может быть, и нет. Посмотрим, я посмотрю ещё. Но они там много у кого есть, вот именно такие железные. Причём на Алиэкспресс есть вот такие вот железные, продаются в такой коробочке круглой. И они стоят там по 800 рублей. То есть, видимо, это профессиональные. Я вот всё-таки планирую когда-нибудь заказать себе такую. Вот, а пока играю на такой. Ну всё, всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok